Юная гимнастка Лиза Темникова вернулась в сборную Краснодарского края. Девочка в одночасье получила мировую известность, когда сыграла Любу в постановке «Сны о России», открывшей Олимпиаду в Сочи. Но на полгода ей пришлось прервать тренировки, однако на восстановление Лизе потребовалось в разы больше времени. Через что пришлось пройти спортсменке, расскажет моя коллега. На этих кадрах еще совсем юная, но уже подающая большие надежды гимнастка Лиза Темникова. Скромная школьница из Краснодара борется за победу на очередных соревнованиях. Девочка даже не догадывается, как сильно скоро изменится ее жизнь. Ведь именно ей предложили роль главной героини девочки Любы в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Она парила в воздухе и легко бежала по ладоням. Ее глазами мир увидел Россию. Девочка Люба пролетела тысячу километров русской земли сквозь историю. За один вечер Лиза Темникова прославилась на весь мир. Огромное внимание прессы, заманчивые коммерческие предложения, иллюзия красивой жизни вскружили гимнастке голову. Спускать с небес на землю Лизу пришлось родной маме, которая все это время находилась с ней рядом. Я готовила ребенка к тому, что будет наоборот, к ней будет усиленное внимание, и ей нужно еще больше тренироваться. Потому что она на нее будет смотреть, на нее будут равняться другие дети. За время подготовки к открытию Олимпиады Лиза практически потеряла спортивную форму. Из-за плотного графика репетиции о спорте пришлось забыть на полгода. Девочка поправилась на 7 килограммов. Для гимнастки – катастрофа. У меня был выбор или сниматься, потому что много было предложений, или оставаться в гимнастике и продолжать. Тогда она мне четко ответила, я буду заниматься гимнастикой, я выбираю только гимнастику. В этот момент мама Лизы отключила свой сотовый телефон. Единственная связь, которая была с девочкой для того, чтобы ее в дальнейшем могли приглашать. То есть телефон мама отключила, контактов не стало, и мы спокойно стали восстанавливаться. Вернуть форму и доверие тренеров сборной Краснодарского края удалось только спустя два года. Спортивное питание, сборы, тренировки по 6 часов в день. Пришлось даже перейти на домашнее обучение. Недавно юная спортсменка выполнила норматив и стала кандидатом в мастера спорта. Лиза поставила себе цель – вновь приехать на Олимпиаду. Только теперь не в роли актрисы, а чтобы побороться за место на пьедестале. Ольга Кондратенко, Оксана Мамонтова и Алексей Туманов. Лайф.